Всем привет! Хотите узнать очередную интересную историю про старый сейф? Итак, скажу сразу, я много искал информации по данному поводу и понял одно, что множество сайтов просто копируют информацию друг у друга, даже не смотрят на фото про то, что пишут. Рассказывает тот человек, который вскрывал этот сейф. Он стоял у него в гараже и достался от его бабки, а по другим источникам он стоял в гараже кузена. Но это не важно. Важно то, что он стоял там очень давно. И те люди, которые его пытались открыть, скоропостижно умирали. Ну так ему сказали. Может быть не хотели, чтобы он его вскрывал? Ну конечно, он не поверил в эти сказки. И как обычный нормальный человек захотел его открыть. Фантазия-то рисовала несметные сокровища, золото, серебро и разные ценные вещи. Да что там? А ну только честно, разве вы бы про такое не подумали, увидев сейф в конце 1890-х, начало 1900-х годов. Мои подписчики и зрители для меня в первую очередь друзья, с которым у меня очень похожи взгляды и интересы. И поэтому хочу посоветовать вам очень интересную игру «Викинги. Война кланов». Я, когда есть время после копа, с большим удовольствием провожу в ней свое время. Ведь здесь можно увидеть разные древние оружия, поучаствовать в захватывающих сражениях. Всем, кто любит древний мир и грандиозные сражения, точная игра будет по душе. Да, для справки, викинги похожи на те самые стратегии из 90-х и 2000-х, которые мы все с вами так любили. Только, наконец-то, на мобильном. К тому же, онлайн. В игре иногда начинаются нереальные по своим масштабам битвы между странами. Недавно состоялась битва между русскоязычными и американцами за огромную цитадель. Место силы называется, которое длилось несколько дней. И мы просто набрали американцам опыт. Хотите поддержать канал? Тогда скачивайте игру по ссылке под видео. Это займет не больше 30 секунд. Да, по моей ссылке вам дадут бесплатно 200 голды для успешного начала в игре. До встречи на полях сражений. Наш герой решил приступить к работе. Но с чего же начать? Конечно же, с шуруповерта. Но ему тот, конечно же, не помог. И это понятно. Значит, надо взять чего-то посерьезнее. Болгарку. Он сделал горизонтальный прорез сзади. Но я бы, наверное, сразу срезал петли. Но, увы, меня там не было. В прорез он вставил пескоструйку. Так утверждают многие источники. Я это даже комментировать не буду. Люди копируют текст, не думая вообще. Вставил пескоструйку. А чего он с ней собирался делать? Как по мне, это пневмозубило. Или что-то очень похожее. Когда отверстия расковыряли, оттуда посыпался чистый белый порошок. Нет, друзья, это никак не наркотики. Хотя, согласен, очень похоже. Отверстие было расширено до нужных размеров. Весь противопожарный порошок, наверное, гипс или что-то подобное, убрали. И увидели, что дальше все зашито деревом. Значит, сокровище уже очень близко. Большая отвертка, молоток и дерево не устояло. Сразу достали письма и какие-то бумаги. Потом попалась интересная брошь. Дальше старинный красивый браслет. И на первый взгляд все. Но как, а где? А нет, есть еще какой-то металлический ящик. Оно точно там, подумал наш герой. Замок не выдержал сильных ударов и сдался. Внутри видно, что, к сожалению, слитков золота нет. А есть какие-то непонятные, на первый взгляд, предметы. Давайте посмотрим поближе. Это кулон из Неаполя. Дальше медальон без какой-либо маркировки. Крошечная фигурка из слоновой кости. И непонятная, на первый взгляд, штучка с оленем. Что это может быть? А этот кулон оказался членом любителей лосей. Сделан из зуба лося. Вот как-то странно они любили этих лосей, а? Не правда ли? Согласитесь, звучит смешно. Клуб любителей лосей. Но только послушайте, кто был членом этого клуба? Франклин Де Рузвальд, Гарри Трумэн, Джон Кеннеди. Были лоси. И даже бывший президент Джеральд Форд. Неожиданно, правда? Да, те, кто опять напишут, что это не правда, Интернет вам помощь, проверьте. Было и колечко, или деталька от чего-то, непонятно. И декоративные красивые наперстки. Также была подвеска в виде листика и медальон, книга-фотоальбом. Но, увы, без фото. Или нам эти фото не показали. Также был интересный браслет и позаоченные перья для ручек. И был, на первый взгляд, непонятный то ли жетон, то ли брелок. Но, как оказалось, это брелок так называемой масонской защитной организации. Да, друзья, именно масонской. Их несколько. Эти брелки видавались как раз с 1900 года. И эти страховые компании платили и, собственно, платят за лечение и обслуживают исключительно масонов. В переводе надпись гласит. Национально-защитно-страховая компания Бостона, Массачусет. Защита от болезней и несчастных случаев. Только для масонов. К тому же, на одном масонском англоязычном сайте есть справка о том, что узнать имя владельца по номеру такого брелка не представляется возможным. Они ведь там все шифраторы. Так говорится на одном форуме. Также были стилизированные цветы ириса. Так называемая геральдическая лилия. А что говорит интернет по этому поводу? Геральдическая лилия. Также королевская, бурбонская лилия или флер-де-лис. Гербовая фигура. Одна из самых популярных наряду с крестом, орлом и львом. Дальше наш герой говорит следующее. Мы прочитали те газеты, которые нашли в сейфе. Некоторые из них датируются 1920 годом. Куча итальянских рукописных текстов. Марки об эмиграции. Мы также обнаружили билеты из Неаполя в Нью-Йорк. Датированными август 1922 годом. Фамилия, как подтвердила бабушка, принадлежит нашим предкам. В тексте речь идет о Джованни и Виктории. Они были родом из хорошо обеспеченной семьи в Неаполе. Наверное, из семьи землевладельцев, судя по очень недешевым билетам на то время. Они либо встречались, либо хотели пожениться. И планировали переехать в Америку. А уехали в 1922 году. И заключили брак в Нью-Йорке. Но во время большой депрессии что-то случилось. Но, увы, узнать об этом не представляется возможности. Но что-то плохое. Последние документы датируются 1956 годом. Наш герой думает, что кто-то из них умер. Вот такая вот загадочная история. Что это было, как, кто думает, масоны, лоси, что это? Есть у кого какие мнения или предположения? Да, друзья, я уверен, что этот сейф было правильно открыть более гуманным способом. Сам корпус сейфа стоил бы, мне кажется, немаленькую кучу едет. Так как сейф очень древний. Но хозяин-барин, что сделано, то сделано. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова